У первой червы реальное ожидание и только потом достатковая колькость сродков. Хоть минавито на их недоход, сегодня, звычайно, спосыляются в господарках, наводкали размолы, где в простом сборе сметия на территории той же фермы. Правда, в акционерном товаристве «Отор» такое пытание уже давно не вздымается. С початку кировничества Сегас-предприемства зарабило первый крок и привело комплекс у парадок. Потом уже сами работники почали клопотиться по частине. И аж один отременный плюс – повышение продукции на сепрации. Чего не работать. Работать только. Все условия созданы. И душевые подделанные, и ленуголки эти, как раньше назывались, вообще все отделано. Иди отдохнуть, чаю попить. Все хорошо. В акционерном товаристве «Отор» кажут, что тут завсёду лечить гроши, а тому им кнутся расходовать их максимально рационально. Лег это не означает усягольную экономию. У селяки Мрази, коль размолы идут о творении для работников належных ЦСН-бытовых умов. Необходность проведения такой работы на Гомщине никто не спречивает. Али за год деяния отправедного решения Абрауканкама ухоженный десятый господарца ягодок и не выконали. Принято Гомельскому облсполковому решение продлить срок исполнения данных мероприятий до 1 февраля 2017 года. Соответственно, у руководителей сельхозорганизации ещё есть шанс за эти два месяца выполнить все необходимые требования госанадзора. И таким образом, во-первых, обеспечить достойные условия труда работающих, во-вторых, избежать дополнительных санкций со стороны надзорных органов. А про часть творения санитарно-бытовых умов для работников, решения Абрауканкама, продолжающие и обслуживание места для мытья техники сельхозпроизводства, тут так само есть проблемы. И еще одно питание – сбор и сдача на перепроцовку промысловых отходов. Не то, якаб доведенные планы игноровались, але и вязковцам не за все дызаразумелым. Чому я не повинны сами вывозить отпрацованные, да еще и платить за это, коли потом все сдаденное идя на перепроцовку, и нехто отрымывая неодренный прибыток. Лозунг на кунт перетворения отходов у доходы насправе не за все дыдяя реальности. Каб сдать тонну от працеванных шин, например, господарка повинна еще и заплатить, коли 100 рублев, и это коли не уличить транспортные расходы. Коли был покладен асфальт на ферме «Покоть» акционерного товариства «Звезда», теперь уже никто не памятая, але сейчас он пришел у таких стан, что навод сметья подместе на им было немогчимым. После обмеркования разных вариантов решения по масштабному доброупроткрованию территории, затраты есть, але и отременные плюсы немаленькие, починающие от захования техники, для якой ранее этой территории была с оправданным выпробованием. Асфальтировать территорию для того, чтобы можно было технике работать, чтобы людям было приятно, и территория сегодня должны расти цветы на клумбах, должна быть частота, должен быть порядок, поэтому это было необходимо, и все это нам обошлось 85 тысяч динаминированных рублей. Алексей Интеров, Евгений Макеенко, телерадио компания «Гомель», Шачарский район.